Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования, инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования меньше одного года. Сегодня с вами разберем такую компанию, как компания Детский Мир. Давайте ее найдем в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Посмотрим, чем занимается, что вообще делает компания Детский Мир, какие платят дивиденды, и посмотрим по показателям по выручке и чистой прибыли. Так, вот детский мир, открываем. Начинаем с обзора. Что делает, чем занимается? Это крупнейшая сеть магазинов детских товаров, продает игрушки, одежду и обувь. Констовары. Доля компаний на российском рынке 26%, в интернет-продажах 17,6%. Чем владеет? У детского мира 850 магазинов в России, Казахстане и Беларуси. Перейдем к показателям компании. Начинаем с выручки. Выручка отображается с 2015 года, в принципе растущая, каждый год почти по 20, а то и 25% плюса. 2020 год детский мир закрыл на 142,882,000,000 рублей. Прогноз на 2021 год, плюс почти 14,5%, 163,042,000,000 рублей. Конечно, да, не такие большие темпы, как у компании «Газпром», но тем не менее, по детскому миру можно сказать, что выручка растет. Выручка растет по 20-30% ежегодно. В принципе, для такого ритейла это, можно сказать, хорошие цифры. По чистой прибыли посмотрим, также отображается с 2015 года, в 2016 год было показано минимум, 3,820,000,000,000,000. 2020 год, плюс 3,5% детский мир закрывает на 6,749,000,000,000 рублей. Прогноз на 2021 год просто космический, плюс 100% это 13,136,000,000,000,000. В принципе, по чистой прибыли за год, конечно, очень хорошо. Я думаю, компания «Детский мир» прибавит почти 100% по чистой прибыли, хорошие показатели. Так, идем дальше. ПЕ, потенциальный срок окупаемости без учета долгов у нас 15. Коллеги инвесторы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы считаете, нормальная цифра, да, 15, либо занижена, либо завышена. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Капитализация компании 103 миллиарда рублей, 103 миллиарда 460 миллионов рублей. Рыночная стоимость компании 158 миллиардов, 262 миллиона рублей. Рентабельность активов у нас 7%, чистая рентабельность почти 5%. По краткосрочному долгу посмотрим, долгов нет на долгосрочный долг. В принципе, как мы видим, с 15-го года по «Детскому миру» долги были, долги потихонечку она отдавала. В 19-й год было показано 8 миллиардов 980 миллионов рублей в долгах. 2020 год «Детский мир» закрывает плюс почти 36%, 12 миллиардов 200 миллионов рублей долгосрочного долга. Но я думаю, с такой чистой прибылью в 2021 году, как 13 миллиардов, вполне реально половину «Детский мир» должен, я думаю, перекрыть. Так, по показателям посмотрели, по выручке, выручка растущая, чистая прибыль прогноз на 2021 год плюс 100%, конечно, большие перспективы. По дивидендам, дивидендная политика. Компания выплачивает дивиденды два раза в год. Целевой размер выплат 50% от чистой прибыли по МСФО, но не больше, чем вся прибыль компании по РСБУ. Давайте перейдем в аналитику дивидендов и более детально посмотрим. Дивиденды платились с 2014 года. Дивиденды растущие. Мы видим рубль, 2 рубля за одну акцию. В 2016 год 4 рубля было максимум показано. В 2018 год у нас 4. В 2019 год 4,45. В 2019 год также показывало 5 рублей за одну акцию максимум. И за 2020 год 11.07.2021 была выплата 6 рублей 7 копеек за одну акцию. Но можно сказать, что в принципе дивиденды более или менее приличные. Также сейчас планируются выплаты контрольная отсечка 22.12.21. Осталось тут буквально 28 дней для покупки компаний Детского мира. И получение дивидендов в размере 5 рублей 2 копейки. Ну, можно сказать, что дивиденды растущие. Дивиденды стабильные. Дивиденды стабильные 2 раза в год. Поэтому кто живет на дивидендную политику, на дивидендную зарплату, в принципе, можно присмотреться к данной компании. И с такими большими чистыми прибылями дивиденды только будут с каждым годом увеличиваться. Давайте перейдем к котировкам. Посмотрим на годичном графике, какие максимумы были показаны по Детскому миру. Максимум была цена 162 рубля за одну акцию. Детский мир торгуется 1 лот 10 акций. Соответственно, ну, сейчас стоимость 136 рублей за одну акцию. Соответственно, 1360 рублей у вас будет покупка 10 акций. Минимум на годичном графике Детский мир показывал 122 рубля. На пятилетнем давайте посмотрим. Ну, на пятилетнем то же самое. Максимум 162 рубля. Минимум, правда, тут меньше будет. Да, 71 рубль всего. Но можно сказать, что сейчас Детский мир находится на своих исторических максимумах, на своих хаях. За всю историю Детского мира максимум был показан 162 рубля. Поэтому, можно сказать, немножко дороговатая компания, конечно, для покупок. Если цена была бы там, ну, хотя бы по 110 рублей за одну акцию, по 100 рублей, то было бы, конечно, поинтереснее инвестировать в данную компанию. Но, тем не менее, я думаю, и по таким ценам надо заходить и покупать компанию Детский мир. Так, ну, вот такой сделали краткий обзор по компании Детский мир. Посмотрели, чем занимается, чем вообще владеет компания, какие платит дивиденды, какие показатели у компании по выручке, по чистой прибыли. Посмотрели на котировки компании. Я выскажу свое мнение, что, в принципе, на долгосрочное инвестирование Детский мир очень перспективно. Цена, конечно, завышена. Было бы приятно покупать по более низкой цене данную компанию, но, тем не менее, имеем то, что имеем, и надо покупать и по таким ценам. Дивиденды растущие. Дивиденды компания платит два раза в год. В принципе, она не такая сильно волатильная. Поспекулировать тут, я думаю, никак не получится. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, кто, может, спекулирует на данную компанию. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Но на долгосрочной перспективе эта компания, я уверен, покажет еще и отметки 200 рублей за одну акцию. Также интересно будет ваше мнение услышать, стоит ли инвестировать в данную компанию, в компанию Детский мир или нет. Очень интересно будет почитать. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии, отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео, поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией, выпускать новые видео, показывать, как я инвестирую, как я покупаю российские акции, российские компании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо, всем пока.